Всем привет! Сегодня у нас на ремонте iPhone X с двумя дефектами. Разбито стекло камеры и не работает сеть. Приступаем к визуальному осмотру и диагностике. Как видим, телефон находится в вечном поиске. Также заходим в настройки, сотовые данные, пусто. По всем внешним признакам, включая отсутствующую резинку сим-лотка, смею предположить, что это восстановленный телефон. Разобрали данное устройство. Что мы видим? Дисплей копия GX, печати, пломба на шлейфе флата иллюминейтора, пломба на сборке дот-проектора, пломба на материнской плате. Как я и говорил, восстановленный телефон. Приступаем к дальнейшей разборке. Успешно выполнили демонтаж материнской платы. Убираем китайскую пломбу и приступаем к разогреву и располовиниванию материнской платы. Устанавливаем плату на подогрев, приступаем к разъединению половинок. Температура разъединения 180 градусов. Мы успешно разделили половинки платы и насчитали 17 отбитых пятачков. Часть из них не являются значимыми, но остальные отвечают за сеть, звук и так далее. Поэтому приступаем к их восстановлению. Проверяем все остальные пятачки на механическую целостность. Отбитых больше не обнаружено. Смотрим по схеме GSC. Видим, что большинство пятачков, которые были отбиты, это земля. Также у нас отбит единственный пятачок, который очень плохо держался. Это питание на NFC. Скорее всего, выход из строя сети связан с тем, что развалился припой между двумя половинками. То есть, половинки нужно будет просто переустановить с восстановлением одного пятачка. Восстанавливаем пятачок питания NFC. Сначала немного расковыриваем его из материнской платы, чтобы он был большей площади. Наносим небольшое количество пасты. Пользуясь тонким жалом, залуживаем пятачок. В пятачку успешно припаяна проволочка. Убираем лишний припой в округе. Убираем флюс. Наносим маску и фиксируем кончик. Помощью EF-лампы отверждаем. Успешно отферделиваем маску. Скручиваем в пятачок. Успешно скрутили. Фиксируем ультрафиолетовой маской. Шпрябаем скальпелем. Пролуживаем пятачки, чтобы установить обратно на оригинальный припой. Пролуживаем пятачки на нижней части, чтобы корректно установить плату. Приступаем к соединению половинок платы. Прогреваем низ, наносим на него флюс. Снимаем плату с подогрева. Выполняем его в установку в корпус для проверки. Мы успешно выполнили данный ремонт. Обращайтесь в наш сервисный центр, если вам потребуются сходные услуги. Также мы занимаемся заменой стекла дисплея на высоком профессиональном уровне, на высококачественном оборудовании с хорошими расходниками, компонентным ремонтом платы, а также партнерским ремонтом ваших устройств. Увидимся у нас на канале. Всем пока!